МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Добрый вечер. Вначале коротко о главном. Новые лица в местной вертикали. Президент рассмотрел кадровые вопросы. Подробнее расскажет Наталья Бреус. Национальная академия наук в Беларуси в 85. Минск в эти дни стал крупнейшим европейским центром научной мысли. Украина ждет перемен, однако насколько может затянуться это ожидание не знает никто с киевских баррикад. Материал Александра Добрьяна. Добавь газа и пара. Житель Барановича оборудовал баню в машине ЗИЛ. Преимущество бани, которую можно взять с собой, выясняла Юлия Бешанова. Новые лица в местной вертикали. Сегодня президент Беларуси дал согласие на назначение заместителей губернаторов сразу в трех регионах. Брестском, Гродненском и Могилевском. На встрече с управленцами глава государства отметил, сегодня страна переживает непростое время. И от того, как новые чиновники выстроят работу на местах, во многом будет зависеть и наше общее будущее. По итогам кадрового дня также согласовано назначение новых руководителей в некоторых районах Беларуси. Материал Натальи Бреус. Биографию и опыт каждого потенциального руководителя президент изучает тщательно. К профессионализму нынешних назначенцев нет вопросов. У каждого за плечами годы работы с людьми. Период-то мы переживаем серьезный, особенный период. Я не хочу повторяться об этом, уже немало сказано, в том числе и мною. Не хочу преувеличивать те проблемы и сложности, которые существуют в экономике нашей страны и чем они обусловлены. Но весьма надеюсь, что в этом году мы будем жить значительно лучше и сумеем преодолеть те негативные тенденции, которые характерны для нашей экономики, да и не только для нее. Все в конце концов зависит от нас. Сегодня кадрами укрепили три областных центра. Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей губернаторов. В Брестской области заместителем председателя обл. исполкома стал Андрей Клец, в Гродненской области новый замок Елена Агей. Президент согласился на назначение Владимира Киселева первым заместителем Могилевского губернатора. Всегда ставится задача, чтобы улучшалось было состояние жителей района, уже с завтрашнего дня, наверное, области. А для этого надо работать, повышать производительность, отсюда увеличивать прибыль предприятий, отсюда будет расти было состояние людей. Беларусь на пороге больших политических кампаний. В марте пройдут выборы депутатов в местные советы. Приближаются президентские и парламентские выборы. Это будет настоящий экзамен для власти. Люди нас будут оценивать. Ну а все стрелы будут направлены, знаете, в кого. Но всякие беды и невзгоды расхлебываются прежде всего вам. Что тут греха таить? Вы на передовой, вы лицом к лицу с нашими людьми. Именно они будут делать оценку, давать оценку нашей работе. Поэтому я убедительно прошу вас эту политическую составляющую не сбрасывать со счетов. Я как-то уже задавал вопрос, может быть, риторически. Может быть, для более полноценной общественной жизни, общественно-политической жизни в нашей стране не хватает некой ведущей партии. Все страны, особенно вокруг, постсоветские республики, такие партии имеют. Мы нет. Я, честно говоря, абсолютно был бы не против, если бы была какая-то политическая сила, которая помогала бы нам работать с кадрами. Это очень серьезный вопрос. Все решают люди. Здесь у нас очень много проблем. И та система, которая создана через вертикаль власти, безальтернативна. Нет конкуренции. Это плохо. Думаю, что в процессе этих электоральных событий, которые пройдут в ближайшее время, нам следует серьезнее посмотреть на этот вопрос и очень серьезнее заняться этим вопросом. Но это не значит, что мы создадим некую искусственную партию по образу КПСС. Вот это будет уже совсем плохо. Но я этот разговор затеял для того, чтобы вы могли опереться все-таки на общественные организации. И такие общественные организации в стране есть у нас, на которые вы можете опереться. Власть может опереться в этих электоральных процессах. Они выдвигают и поддерживают своих кандидатов. Это и хорошо. Говорят, что выборы в местные советы – это репетиция парламентских выборов, даже президентских. Ладно, пусть будет так. Давайте будем репетировать, но так, чтобы польза была для нашего народа. Не будем ничего делать искусственно. Вы все прекрасно понимаете, что надо сделать в строительстве, в ЖКХ, в сельском хозяйстве, в других вопросах, защите человека, прав его основных, на трудную, достойную зарплату, на жизнь, безопасность человека. Вот здесь давайте сделаем по максимуму. И люди нас всегда поддержат. Чем живут люди? Какие проблемы их волнуют? Как никто знает каждый глава района. В местной вертикали – новые лица. По итогам кадрового дня Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей райисполкомов. В Лоеве будет работать Сергей Ткачук, в Слониме – Олег Таргонский. Председатель Бобруйского райисполкома – теперь Александр Осипов. Отныне один из самых молодых управленцев районного уровня – в Слуцке. Председателем райисполкома стал 33-летний Андрей Янчевский. Что касается государственной службы, считаю, что на ней может быть только человек с твердыми убеждениями и патриотизмом к своей стране. Поэтому только такие люди, независимо от каких-то других обстоятельств, могут быть на этой службе. А сегодня молодые люди боятся этой ответственности, хотят жить с меньшей ответственностью, скажем так, для себя. Независимо от форм собственности мы отвечаем за экономику всех хозяйств, ибо в конечном итоге это наши люди. Выборы проходят легко и спокойно, если стабильно работает экономика. Глава государства ориентирует местную власть на развитие предприятий. Действует производство – живет район. С первого дня предстоит назначенцам взяться именно за производственную сферу. От новых управленцев ждут как минимум решительности. Говорят, у нас руководители боятся принимать решения, вот слишком что-то заорганизовано. Вы знаете, тоже истина не мною придумана. За ошибку никогда никого нигде не наказывали. Нигде и никогда. Если ты себе в карман не положил и где-то ошибся, плохо, очень плохо, даже если будет какой-то ущерб финансовый, никто никого не наказал даже за это. Но если ты вроде неплохо работаешь, но себе на карман где-то, тюрьма обеспечена. Поэтому простая логика. Действуйте решительно. Надо рисковать – рискуйте. Видите, что будет за этим риском плохо – не делайте. Не видите – пробуйте все равно. Надо действовать. Время сегодня такое, что надо действовать. Также сегодня Сергей Рачков, который возглавляет ДИП-представительство Беларуси в Египте, назначен по совместительству послом в Омане и Алжире. А Александр Островский, который сейчас руководит нашим посольством в Финляндии, назначен послом Беларуси в Дании также по совместительству. Президент дал согласие на назначение Петра Болтруковича заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям. Наталья Брёс, Николай Синчила, телекомпания СТВ. Проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси и территориальных войск продолжается. Сегодня она проводится в соединениях и воинских частях. Зенитная ракетная батарея ТОР-М2 совершила марш на полигон Брестской области и заступила на боевое дежурство. Отработаны вопросы противодиверсионных действий авиационного прикрытия. В указанный район прибыло и подразделение радиолокационной станции РАСА-РБ. Сейчас оно готовится к выполнению задач. Для обеспечения полетов авиации и действий зенитных ракетных подразделений на полигон выведен ряд воинских частей. Одной из особенностей этой проверки является то, что войска действуют не на своих родных полигонах. И вот дальше будет динамика наращиваться с каждым днём этой проверки. Войска будут выходить не на свои полигоны, действовать на незнакомой местности. Это, конечно, усложняет действие, причиняем войск. Напомню, проверка боевой готовности вооружённых сил проводится с 21 января по распоряжению президента Беларуси. Она затронет органы военного управления на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом. В Киеве, где с выходных продолжалось открытое противостояние радикальной части прозападно настроенных манифестантов и милиции, сегодня вступило в силу перемирия. Время для наведения относительного порядка на пострадавшие от огня и уличной демократии улицы Грушевского оппозиционные лидеры провели на переговорах с властями. Их итоги станут известны лишь к ночи. А об остальном наш корреспондент Александр Добрьян из Киева. Очередные сутки противостояния в центре украинской столицы выдались относительно спокойными. Никаких крупных столкновений зафиксировано не было. Однако всё может измениться уже в 9 часов вечера. Именно тогда истекает срок ультиматума выдвинутого оппозицией президенту Украины Виктору Януковичу. Пока же Майдан и прилегающие территории готовятся к вечеру. Привычные лозунги со сцены каждый день занят своим делом. Демонстранты укрепляют баррикады, сносят покрышки ближе к линии фронта. Она, как и сутки назад, проходит по улице Грушевского. Украинские спецподразделения храняют здесь подходы к правительственному кварталу. Минувшей ночью эта линия была в прямом смысле огненной. Чёрный дым от сотен горячих покрышек заполнил центр Киева. Заодно сгорел и небольшой магазин модной одежды. Блокированный центр добавил киевлянам пробок. В остальном же город пытается жить своей обычной жизнью. Пока это не вышло за рамки Крещатика, и пока они не сожгли Крещатик, то ещё нормально. Если перейдёт на районы, на улицы, я думаю, будет проблема. Кто на работу ходит, через Крещатик проблема, ну, сами знаете. Ну, наверное, такого у нас ещё не было. Те несколько часов перемирия, которому призвали митингующих лидеры оппозиции, чтобы провести переговоры с властями, для многих время осознать, насколько все устали откажется бесконечного протеста. А ведь прошло уже почти два месяца. Вчера все были исполнены решимости, что мы продолжаем борьбу и мы стоим до конца, обе стороны. Но сегодня, сегодняшние утренние новости уже принесли надежду, потому как и Арсений Яценюк, и Виталий Кличко заявили о том, что они готовы к компромиссу, они не хотят допустить кровопролития. И, с другой стороны, президент сегодня дал поручение спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку, чтобы тот собрал внеочередное заседание в начале следующей недели, очередное заседание Рады, которое бы могло поставить точку в проблемах, которые сегодня существуют. Вчера во втором по численности городе страны Харькове 100 тысяч человек требовали прекратить выступление. А в самом Киеве несколько тысяч граждан у посольства США призывали больше не подливать масла в огонь, сжигающий вместе с покрышками судьбу славянской страны, в огонь, в котором уже погибло несколько человек. Александр Добриян, Виталий Распопов, Глеб Лавров, телекомпания СТВ, Киев. К другим событиям в мире. В швейцарском Монтрео идет подготовка к прямому диалогу между конфликтующими и сирийскими сторонами. Во второй день конференции «Женева-2» посредник ООН Лахдар Брахими должен по очереди встретиться с делегацией официального Дамаска и с представителями противников действующей власти. Международные посредники на данный момент предлагают отложить обсуждение глобальных острых политических вопросов и начать переговоры с локальных соглашений, договориться о прекращении огня, обмене пленными и доставке гуманитарной помощи. Российский траулер Олег Найденов, задержанный властями Сенегала в начале января, покинул сегодня порт Дакара. Сейчас раболовецкое судно держит курс к берегам Гвинеи-Бесау, где продолжит вести промысел. На борту находятся граждане России Гвинеи-Бесау, и наш соотечественник-траулер удалось освободить под залог в миллион долларов после длительных переговоров. Эти деньги вернутся к судовладельцу, если будет доказано, что арест был необоснованным. Отмечу за все время, что Найденов был под стражей, ни доказательств нарушений, ни официальных обвинений предъявлено не было. Дакар долго не мог объяснить, почему судно взяли под стражу. Потом выяснилось, якобы по подозрению в незаконном промысле. В Латвии разгорается скандал с написанием иностранных имен и фамилий. При регистрации новорожденных работники ЗАГСов настаивают, чтобы к именам в конце добавляли букву «С», чем приводят молодых родителей в недоумение. Служащие, в свою очередь, ссылаются на законы и правила грамматики. Родители же отступать от своих принципов не намерены и готовы дойти до Международного суда по правам человека, чтобы отстоять свое право называть ребенка так, как они хотят. Минск в эти дни стал крупнейшим европейским центром научной мысли. Национальной академии наук Беларуси – 85. По этому случаю в белорусскую столицу съехались более 500 ведущих ученых Союзного государства, стран СНГ, зарубежных научных организаций Европы и Азии. Среди почетных гостей из России – вице-президент Российской академии наук, нобелевский лауреат Жора Салферов и председатель сибирского отделения академик Александр Асеев, а также коллеги наших ученых из Украины, Азербайджана, Армении, Австрии и Китая. Сегодня, конечно, Белоруссия, безусловно, один из лидеров на постсоветском пространстве, прежде всего потому, что белорусская экономика развивается на основе высоких технологий и высокотехнологичных отраслей промышленности. И здесь она не может обойтись без Белорусской академии наук. И я рад быть соучастником этого процесса. Мы очень заинтересованы в укреплении академического сотрудничества с Белоруссией. Это основная причина, почему я приехал в вашу страну. Я сам инженер-механик, но сейчас представляю всю Австрийскую академию наук, поэтому буду стремиться найти и другие точки для взаимодействия. Наиболее продвинутые направления в Австрийской академии – материаловедение, квантовая оптика, исследования в области механики. Поэтому именно в этих сферах я и ожидаю самых результативных переговоров. О самых перспективных направлениях в белорусской науке говорили и за круглым столом, и в кулуарах. Сегодня Академия наук Беларуси делает ставку на развитие нано- и биотехнологий. А фундаментальные прикладные исследования должны стать ее брендом. Среди самых перспективных направлений – космические исследования, а также разработки в области физики, химии и математики. В прикладных науках ставка будет делаться на машиностроение, аграрные и биотехнологии. К слову, посмотреть на результаты глобальной работы белорусских ученых можно в рамках выставки. Здесь представлено около 500 последних научно-технических разработок. Мы уже работаем с Белорусской Академией почти 10 лет совместных исследований. Сначала это были договора о взаимных намерениях и так далее. Но сегодня мы совместно имеем исследования, которые субсидируются и белорусской стороной, и азербайджанской стороной. Имеются прекрасные совместные работы физиков, химиков, геологов, института систем управления. Имеется интересная работа у биохимиков. У нас традиционное и давнее сотрудничество в области исследования материалов, прежде всего. Поскольку и у нас в Академии национальной полу Украины это такая область, которая, можно сказать, на первом месте. Теперь вот готовится у нас присуждение совместной премии трех национальных академий наук Украины, Белоруссии и Молдовы. Сильные морозы сохранятся в Белоруссии до конца января. Более того, уже завтра градус начнет понижаться еще больше. К субботе на северо-востоке ожидается до минус 28 градусов. И уже появились первые жертвы морозного января. Так, в Гродненской области насмерть замерз пожилой мужчина. Помимо этого, врачи фиксируют десятки обморожений. А вот как справляются те, кому приходится работать при любой погоде, выясняла Наталья Шнитко. Волонтеры Красного Креста в Гродно сегодня вышли на улицы, чтобы помочь тем, кому мороз не в радость. Акцию мы проводим с целью поддержать население, которое долго ждет на остановке. Либо это лица, относящиеся к уязвимой категории населения. Например, лица безопределенного места жительства. Каждый, кто захочет, может прийти и получить у нас горячий чай. Специальные автомобили Красного Креста курсируют по всему городу. Остановки в самых многолюдных местах. В центре внимания вокзалы, рынки и остановки общественного транспорта. Выпить горячий напиток смогут все желающие. А в случае необходимости можно обогреться в салоне автомобиля. Очень правильная акция и надо проводить ежедневно. А когда чай хороший и теплый, людям так они будут здоровшие и будут хорошо чувствовать себя. Обычным людям надо просто подождать, пока автобус сойти с огнеться. Там не надо, может быть, суп, но чай горячий для того, чтобы постеплее было дождаться автобуса. Очень благородная акция. Столичный парковщик Владимир горячий чай все время берет с собой. Но, говорит, при таком минусе и греться не хочется. В том году 25 было, не работали. А до минус 25? Да, стоим. Не жалуются на холод и те, в чьих руках лицо города, улицы. Чисто должно быть при любой погоде. Согреваемся, потому что бегом бегаем. Работники Витебского домостроительного комбината и рады бы передохнуть, но никак. Нынешний мороз для них – самая горячая пора. Десятиэтажный дом по улице Богатырева они должны сдать к апрелю. Если люди мороз выдерживают, на помощь приходят телогрейки, ватники, валенки и рукавицы, то раствор сдается быстрее. Его приходится отогревать, чтобы работа не останавливалась ни на минуту. У нас вот есть ИПС, которым утепляем раствор. Монтаж тяжелый идет. И нужно обращать внимание на все струбцины, как говорится, все элементы, чтобы они бы, морозок не морозок, действуют на все, на железо, на бетон. В худшем положении оказались представители далеко не самой морозной профессии. В одном из магазинов в центре Минска холодильник не только для продуктов, но и для продавцов. И как вы тут вообще мерзнете? Конечно. На спецы уже дали морозы. Минус 16. Инием в этой торговой точке уже который день покрываются и прилавки, и продавцы. Однако рассказывать об этом не хотят. Завидев камеру нашего телеканала, быстро закрывают магазин. С учетом усиливающихся морозов, к концу недели обещают до минус 28, их минусы в работе не скоро станут плюсами. Наталья Шнитко, Анастасия Бут, Ольга Власовец и Юрий Корнилович, телекомпания СТВ. В такой мороз по-настоящему согреться поможет только баня, считает герой нашего следующего сюжета. Однако компании друзей из Барановичей в баню ходить не нужно. Она приезжает к ним сама. Парной организовали в кузове армейской машины ЗИЛ. После банного тюнинга здесь все как в самой настоящей русской. Печка, деревянные стены, полки. Все плюсы парилки на колесах оценила Юлия Бешанова. Запах березовых дров, уютная комната отдыха, живописное место расположения и парилка на 6 человек. Эта баня могла бы удовлетворить вкус и самовзыскательную любителя попариться. Но у этой бани есть еще одно неоспоримое достоинство. Ее всегда можно взять с собой. Поехали! С друзьями выбираемся на отдых летом, зимой. Зимой уже с экстремальными друзьями, с ребятами. Где-то снежок, прорубь поплавать. Летом в озеро уже с детьми. Детям тоже весело попрыгать в воду. Можно даже с машины. Машина везде ход. Каждое 31 декабря мы с друзьями идем в баню. Крылатая фраза из известного всем фильма. Для Александра Ракоча стиль жизни. История необычного изобретения парилки на колесах тоже началась в жарконатопленной бане. Тогда в идею переоборудования военного грузовика никто из друзей Александра просто не поверил. Берем дрова и растапливаем печку. Дрова желательно березовая. Проект этот мы сам сооружал. Я посмотрел в интернете, ничего такого нету, проектов и все маленькие. В основном все делалось на парилку, чтобы была большая парилка, чтобы можно было попариться. Но также к парилке нужна комната отдыха. После 9 месяцев непростой кропотливой работы, обычный кузов армейского ЗИЛа превратился в настоящую русскую баню. После банного тюнинга стандартная комплектация грузовика существенно расширилась. Теперь в нее входит парная с березовыми вениками. Все необходимое для банного ритуала. Но главное, месторасположение самой парной можно менять в зависимости от настроения и погоды. Сам хозяин уверяет, теперь даже в гости ездят со своей лазней. Вода греется в баке. От этого баки смежные. Тут еще на 200 литров бак стоит с нержавейки. И вода циркулирует. Благодаря продуманному инженерному решению, раскочегарить мобильную парилку можно до привычных банных 120 градусов. Час-полтора и готово. Переполняют эмоции. Классно все, здорово на природе. Наверное, мечтали о такой, так как я люблю баню. Но такое вообще не было классного ощущения. Банимобиль, ноу-хау баранического кулибина все еще в стадии доработки. В ближайших планах прицеп, в котором к месту отдыха в любой точке Беларуси можно будет доставить все необходимое. Юлия Бешанова, Станислав Пекарский для компании СТВ, Брестская область. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Далее программа «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30 с Екатериной Забеньком. Всего доброго. Оставайтесь на этом.